Кнопочку я не нажал в фейсбуке. Все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Саамона, 20 глава, 20 глава и, значит, 21 отрывок. Вот как раз я только что включил, только что я включил фейсбук, сейчас ждем, чуть-чуть собираются люди в фейсбуке. Вот сейчас эфир появится, появился в фейсбуке. Да, Максим Перенчук, Ботертов. Ботертов, всем привет. И сейчас у нас есть эфир, видите, классный для страховки и в инстаграме, и в фейсбуке. Каждое утро она смотрит в прямом эфире около 300 человек, если взять где-то 250-270 в фейсбуке и около 30 человек в инстаграме. А за день смотрит 2-3 тысячи человек эти уроки, поэтому я не буду сейчас в прямом эфире долго с каждым здороваться. Всем шалом, я сразу говорю, всем шалом, доброе утро. В прямом эфире уроки идут с 10 утра до 10.20, максимум до 10.25. И, значит, в записях можно посмотреть на фейсбуке и в инстаграме на странице воикра. Все, значит, и мы начинаем урок. 20 глава, значит, 20 глава, 20 отрывок. Нам царь Самон сказал, что тот, кто проклинает папу и маму, его свеча, свеча его души, она погаснет среди глубокой тьмы. То есть мы поняли, что он живет в глубокой тьме, раз он проклинает папу и маму, а раз он проклинает папу и маму и живет в глубокой тьме, то его душа, свет его души погаснет. То есть он отключается от Всевышнего, потому что Всевышний сказал, что отца и мать надо почитать. И поэтому он, отрицая вот эту корневую такую сущностную заповедь Всевышнего, он отключает себя от божественного света Торы. Отлично. Теперь, значит, 21 отрывок говорит нам царь Самон. Очень важная вещь. Это просто вообще такая, знаете, вот есть, есть некоторые идеи, которые он нам сообщает, которые прямо имеют вот фундаментальное, колоссальное значение и встречаются в жизни практически в каждом процессе. Вот сейчас будет вот такая идея. 21 отрывок 20 главы. Нахала, мебуэлит, баришана, вахарита, лоти вурах. Значит, нахала это наследство, быстро, мебуэлит это то, которое поспешное такое, да, которое получено поспешно, в начале. А вахарита, в конце его, да, то есть его последствия, его последствия. Что, какое его последствия? Лоти вурах. Нету там благословения. Интересно, что когда объясняют, когда объясняют, значит, Малбим объясняет эту идею, он приводит слова мудрецов, и он говорит, что оказывается в Торе есть такая вот, такая идея, что находка и находка и то, что пришло человеку случайно, нету там благословения. Только та награда, которая была заработана в Иштадлу, то есть за которую человек трудился в начале, и он ее заработал, она приносит ему в жизни благословения. То, что ему пришло случайно, как, например, выигрыш в лотерею, или наследство. Но наследство, он здесь приводит уточнение, наследство, которое пришло не вовремя. Что такое наследство, которое пришло не вовремя? Значит, смотрите, если у человека, ну вот, грубо говоря, 25 лет женился, родился ребенок, и человек живет такой правильной жизнью, занимается спортом, не пьет, не курит, делает добрые дела. В общем, очень осторожный, аккуратный, в меру параноик. Очень, кстати, интересно, что Тора нам говорит, с одной стороны, полагаться во всем на Всевышнего, с другой стороны, говорится в Мишле, что ашра-ишмифахет-тамид. Сейчас есть человек, который все время боится. И религиозные люди, ортодоксальные, называются в Израиле харидим, боящиеся, дрожащие. То есть, когда у человека в мера параноя, он в опасное место не пойдет, маску оденет, руки помоет, там, весь продезинфицируется полностью, да, и так далее. Так вот, если человек живет вот такой осторожной жизнью, в 25 лет он женился на правильной женщине, какая правильная женщина, он проучил конкретно, прям 31 главу Мишлей, притчи царя Соломона, и узнал, кто такая Эшетхайль, которая, Эшетхайль Мимца, кто найдет доблестную жену. Ну, и он прямо вначале выучил, а потом нашел именно доблестную жену и ввел себя с ней идеально, как по Торе, а по Торе мужчина должен к жене очень много, хорошо к ней относиться, там, ей дарить подарки, помогать, говорить добрые слова. По Торе мужчина не имеет права домой прийти и ходить типа хмурым, потому что жена, она чувствительная, она тоже начнет это нервничать, да. То есть, если вот он все правильно сделал, то он живет до 75 лет в среднем и в 75 лет умирает и оставляет ребенку наследство своему. А сколько ребенку в это время уже его? 50. 50 лет человек, если он правильно жил, если у него уже к 50 годам, его ребенку 25. То есть, он уже, тогда понятное дело, что это наследство, ему башню не снесет, и он его получит как, ну, дополнительно, вот, папа умер, оставил сыновьям наследство, разделили между сыновьями, там, дочерями и так далее. Тогда отлично. Тогда все отлично. Значит, Михаэль Беннадель, чтобы было Марифуа Шлыма и чтобы он долго жил и хорошо прошла операция. Все. Теперь послушайте дальше. Значит, но, если наследство приходит быстро и не вовремя, например, вот буквально на прошлой неделе, на прошлой неделе умер в Лондоне внук президента Назарбаева. Ну, Нурсултан Назарбаев, там, глава-лидер Казахстана, его внук, сын его старшей дочери, он, до этого у него была попытка суицида, его спасли, но он укусил полицейского, потому что он не понравился полицейский, который его спасал. А потом он умер, ну, вот так, почему? Потому что, когда на человека падает в молодом возрасте, незаработанное им богатство, незаработанная им власть, незаработанное им уважение, незаработанное им восхищение, у него, любое его желание выполняется вот так. Это как раз то, о чем говорил царь Соломон, что наследство, поспешно полученное в начале, не благословится впоследствии. Лот и варах. Есть закон, только то, что человек заработал в начале, то есть он трудился, оно ему приносит потом действительную радость и есть в этом благословение. С лотереями вообще страшная история. Если вы погуглите, почитаете, что происходит с теми людьми, которые выигрывают в лотерею, это страшно. Какие они пускаются во все тяжкие, что с ними потом происходит. Очень интересно, кстати, такой феномен, я как раз исследовал эту тему, что те, кто выигрывают в лотерею, с ними потом начинают судиться все их друзья и родственники. Они на них подают суд, потому что они завидуют. Они понимают, насколько это в их глазах несправедливо полученные деньги и легко полученные деньги. И насколько, насколько вот это вот в их глазах такая несправедливая, что ему типа с неба упало, а он со мной делиться не хочет. И прямо на них идут судебные процессы, все их там школьные друзья, школьные подруги вдруг вспоминают, что он их насиловал, оказывается, и жениться обещал, и не женился, и они сразу бегут в суд. И так прямо жуткие истории происходят. Хорошо, это был 21-й отрывок. Понятно, да? То есть, что мы из него учим? Что то, что легко дается, оно не всегда несет в этом благословение. Наоборот, в нем прям конкретно нет благословения в том, что легко дается. Понятно? Да, и поэтому очень важно детей, у кого еще есть дети, приучить вот к таким длинным, долгим напряжениям, которые в конце дают результат. Потому что если человек привык, он не может напрягаться. Вот я шел сегодня утром на молитву и видел алкоголики вот эти вот, ну, с утра там как раз возле метро, они бухают. Вот я смотрю на них, да, вот утро, они идут, видно, что у них жизнь нелегкая. Жизнь у них нелегкая, они, ну, алкоголики эти, опустившиеся люди. Но он сразу же бежит получить удовольствие с утра. То есть, он не понимает, что если он день поработает, то он к вечеру может заработать себе каких-то там денег, и потом на эти деньги, уставший лечь спать, ему водка не нужна будет. То есть, он сразу бежит получить удовольствие. С утра у него прямо день, оп, стакан водки, все, жизнь, праздник. А то, что за это потом придется платить, то, что он опущенный, то, что он не может работать, то, что он, ну, все. И он прямо рушит свою жизнь. Но удовольствие получить он не забывает. С утра кайфануть, это святое. Понимаете? То есть, это страшно, когда человек строит свою жизнь не в том, что он понимает, что Адам, Леамаль, Юлад. То есть, любой человек, который учит Тору с детства, он понимает, что человек рожден для труда, для работы, для того, чтобы трудиться. И когда он это воспринимает как должное, когда он это воспринимает как должное, что ты должен поработать, тогда у него вся жизнь идет по-другому. Ну, есть, я вчера разговаривал с одним очень известным в России, там, самый считается, ну, известный тренер по переговорам, Игорь Рызов. Он написал четыре книги, все. Айронмен, человек, железный человек, айронмен. То есть, он марафон, там, 180 километров на велосипеде едет, 42 бежит, 10 плывет, да. То есть, Равин, Рав Александр Борода, да, из Москвы. Айронмен, 42 бежит. То есть, это железные люди. Так, понятное дело, что для него вся его потом, любые в жизни события, он их преодолеет. Очень важно быть таким человеком. Хорошо. Дальше, 22-й отрывок. 22-й отрывок нас переводит чуть-чуть в другую историю, взаимоотношения с людьми. То есть, это было просто, как сейчас, суть жизни. То есть, мы поняли, что то, что легко дается, нет в этом благословения. А то, что дается через труд, есть в этом благословение. И теперь, значит, 22-й отрывок говорит нам царь Соломон. Значит, Значит, не говори, заплачу злом. Надейся на Бога и поможет тебе. Значит, тут есть, вот мы очень часто, очень часто, мы сталкиваемся с тем, что вот кто-то делает тебе зло. Да, какой-то человек сделал тебе зло, и ты сидишь и думаешь, ну что мне делать? Ответить ему злом тоже. То есть, там кто-то, кто-то тебя, я помню там в молодости, вот у меня был такой момент, прям навсегда мне врезалась память. Там один человек меня обидел, оскорбил там очень сильно. Я такой думаю, да, вот я сейчас возьму биту бейсбольную, подойду к нему, а он физически сильнее был меня. То есть, такой прям был лось просто, просто лось. И, значит, я думаю, ну я его так и в прямом бою не смогу победить. Значит, ну думаю, возьму биту бейсбольную, подойду сзади, дам ему как по голове, или там ножом может, я тогда был еще не религиозный. И сижу и думаю, так, он мне сделал зло, я ему, конечно, могу отомстить, но меня же посадят потом. Ну смысл? Какой мне в этом смысл, в этот самый? В общем, я не буду рассказывать, чем эта история закончилась, я просто хорошо знаю, как хочется отомстить человеку, который сделал тебе зло. То есть, реально хочется. Говорит царь Соломон, нам дает совет, мудревший из людей, который пророк получил от Бога, он говорит, Аль-Тумара-Шальмара, не говори, я ему заплачу злом. Кавэля-Аденой, надейся на Бога, ваишалах, он поможет тебе. Значит, как это работает? Как это работает? Например, если человек сделал вам зло, он же не только вам сделал зло, он же сделал зло, то есть это не случайный какой-то момент, что вот он сделал вам зло. Значит, можно надеяться на Бога, что Бог, он воздает за добро и Бог наказывает за зло. Можно, это один из принципов веры. То есть, есть 13 принципов веры Арамбама, и там написано, что Бог один из принципов веры, что Бог за добро награждает и за зло наказывает. То есть, это один из принципов веры. Теперь, если я верю и я говорю, все, значит, Бог разберется, он мне зло сделал, сделал, а я иду по принципу, есть такой принцип, сур-мира-ва-сетов, отодвинься от зла и делай добро. Я сейчас вспомню вот эту интересную вещь. Вот этот принцип, сур-мира-ва-сетов, отодвинься от зла и делай добро, его сформулировал царь Давид. Значит, у царя Давида в Талмуде рассказывается история, что он был воин, царь Давид был воин. То есть, в то время люди вообще были дикие. То есть, это сейчас ты можешь там как-то спокойно вроде бы, ну, мы живем в намного более спокойном мире, чем жили люди в древности. Намного более спокойном. Особенно вот там западные страны и так далее. То есть, даже в том же Израиле, то есть, человек чувствует себя защищенным и спокойным. Он может спокойно идти по улице вечером. Раньше вообще невозможно так было. И царь Давид жил в мире, когда все воевали. Все воевали, просто была непрекращающаяся война, вот прям без остановки. Кровное мести. Там даже колено в Израиле, они, колено Беньямина, одно из 12 колен. Все, все другие колена с ними воевали. Там кровное мести, все, в общем, жуть была. И вот, значит, царь Давид, как-то у него был отряд, отряд у него был воинов. И он послал своих двух солдат, послал к одному, его звали Наваль. Его имя такое было, Наваль, это как Невела, Падаль, Падаль, такое у него имя было, Наваль. Значит, послал к нему, а тот был богатый такой, богатый был человек. Послал двух своих солдат, чтобы они у него взяли еду для всего отряда. А тот говорит, ну а кто это такой Давид, мол, я вообще, какая еда, идите отсюда, ничего не дам. Те возвращаются к царю Давиду, да, и говорят, он сказал, что идите отсюда, ничего не дам. Царь Давид говорит, а, вот так он сказал, хорошо, значит, у него, и там это написано, по-моему, в Танахе, в письменной торе, царь Давид так сформулировал, говорит, у него к утру, завтра, не останется в его там окружении ни одного, кто может писать на стену. То есть, ни одного мужчины не останется, всех вырежем, значит, так написано. И он с отрядом снимается и едет к этому Навалю, он был в гневе. Итак, жена этого Наваля, она выходит к царю Давиду навстречу, загрузила ослов, мужа спасать пошла. А слов провизия дает и говорит, извини его, он вообще, ну, дурак дураком, то есть, ну, не, как бы, не марай свои руки в крови невинного человека. Он дурак дураков, значит, но не убивай его. А царь Давид ее увидел, и он, значит, прямо она ему очень понравилась, такая умная женщина, красивая, все, а Виталия звали, да. Абигаль, Абигалия звали. И он, значит, вообще просто в нее влюбился сразу. А она ему говорит, смотри, есть Бог, он все видит, все знает, все это, то есть, сур Мирава Асетова, отодвинься от зла, делай добро. В общем, они распрощались, а этот Наваль умер в течение ближайшей недели, по-моему, он умер от, ну, то есть, как-то он умер от чего-то. И, значит, потом царь Давид еще и женился на этой Абигалите, она потом была его женой. То есть, это то, что нам в 21, в 22 отрывке царь Соломон говорит, не говори о Шальмара, не говори, отплачу злом. Кавеля Адоной, надейся на Бога, ваиша Аллах, он тебе поможет, значит, и зло будет наказано тобой или тем-то другим. У Бога много посланцев. Мы знаем точно, что тот, кто делает зло, он создает вот это вот сопротивление. Вот сейчас идет, например, в Белоруссии, в Белоруссии идет вся вот эта вот ситуация, да. Вся идет ситуация в Белоруссии. И я не хочу говорить про политику, все, но я знаю, что Лукашенко в свое время физически уничтожил, об этом прямо везде написано, в прямом этом, физически уничтожил всех своих соперников, конкурентов, людей, которые были против него. То есть, 20 лет он был у власти. Я не знаю, хорошо это или плохо, кто раскачивает эту ситуацию, никто раскачивает. Я знаю, что те люди, которых он уничтожил или по его приказу были убиты, то это все на небе учитывается. Все учитывается, все Бог, Бог все считает. И если Бог посчитает в какой-то момент, что то зло Лукашенко, которое он делал, оно превышает то добро, которое он делал. Наверняка он делал кому-то добро, кого-то он спасал, кого-то помогал. В Беларуси, например, есть интересная вещь такая, что в Торе написано, что Бог сказал, что убийца, даже от жертвенника моего заберите убийцу. То есть, кто забрал жизнь человека, он должен быть убит, то есть, должно быть мера за меру. Во всех странах отменили практически смертную казнь, в Америке оставили и в Беларуси оставили. То есть, он тоже, например, считает, что убийца не может жить. То есть, тот, кто убил осознанно человека и так далее. То есть, он, например, опять же, мы не знаем, мы не знаем, как работает небесный суд. То есть, мы можем только предполагать или учить истории и так далее. Но мы знаем то, что прямым текстом написано. Бог сказал, убийца не должен жить. Вот, пожалуйста. То есть, у него наверняка, как у любого другого человека, есть депозит добра, депозит зла. Вот это вот все на весах висит. И, значит, но, что делать в конкретной жизни, особенно, если это близкие люди. Аль-Тумара-Шальмара. Не говори, заплачу злом. Кавэля-Аду-Ной, Ваиша-Аллах. Надейся на Бога, и Он поможет тебе. И, ну, все. В принципе, на этом мы сегодня закончим. Сегодня мы закончим. И, значит, завтра с Божьей помощью продолжим. Все. Сделайте, пожалуйста, свои личные выводы. Тору мы учим не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы услышать, понять, запомнить и применить. Напишите, пожалуйста, своих три вывода в комментариях. И поделитесь своими выводами с друзьями, со знакомыми, с окружением. Приглашайте всех на уроки Торы, потому что это очень важно. Тора – это Эцхаим. Древо жизни, она для тех, кто за нее держится. В этом Хея Меушара. Тот, кто ее поддерживает, будет счастлив. Рив Капентусевич, шалом, дорогая жена. Все. Всем удачи, успехов. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова